Че собака, че? Нашел, да. Короче, вот человек пишет. Такой развернутый пост у него. Добрый день, Фред. Относительно вашей оценки собак, как животных, которые вы приводите на своих стримах, она у вас в основном исходит от эмоций. А мы хотим дать оценку собакам, базируясь на научно-практической основе. В данном случае криминалистической. А еще точнее судмедэкспертной. Криминалистика является нашей профессией. То есть, видите, пришли уже серьезные люди. Так случается, что собака остается в квартире наедине с своим умершим хозяином. И при этом другие люди там не проживают и не могут появиться. То есть, человек был одиноким. Человек может умереть как по естественным причинам, так и насильственной смерти, например, из-за боевых действий в зоне военного конфликта. Так вот, в связи с тем, что собака начинает голодать, хозяин умер, а других, кто бы мог дать ей пищу, в квартире нет. Она начинает поедать своего хозяина уже на второй-третий день после его смерти. Человек при жизни ее любил, холил, лелеял, бантики на голове завязывал, жилетки надевал от холода и прочее. А в итоге становится для нее консервой. Со временем собака обгладывает хозяина фактически до скелета. Любая. Независимо от породы. В этом нет ничего удивительного. Собаки являются потомками шакалов и гиен. Одних из самых отъявленных падальщиков на планете. А отнюдь не потомками волков, как любят говорить собачники. Но шакалов и гиен искусственно не разводят, в отличие от собак. Поэтому можно утверждать, что количественно собаки сейчас являются на земле самыми массовыми падальщиками среди всех млекопитающих. Вывод. Собаки, увы, поедают не только свои искременты, но и своих умерших хозяев. Если говорить о кошках, то к своим умершим хозяям они не прикасаются. За исключением случаев, когда кошка находится в квартире с умершим человеком очень долгое время. Голод не тетка, и животное просто пытается выжить. Скажем, по прошествии месяцев заперти, кошка все же начинает есть своего хозяина. Но максимум, что она делает, это откусывает хрящевые участки тела, уши, нос. То есть, где нет застоя мертвой крови. Все кошачьи не падальщики, а хищники. Питается живой плотью. Поэтому вот, пожалуйста, с опаководом еще такой прям мощный криминалистический фофон. Вот такая вот печальная штука.